В этом семестре мы начинаем новый спецкурс общеобразовательный. Я приглашал самых маленьких, самые маленькие не пришли, но второй курс есть, и первый есть. Алгебры Клиффорда и спинорные группы. Для начала я просто расскажу вам, я думаю, первый час, значит, о том, что это такое вообще с моральной точки зрения, что я вам собираюсь рассказывать в течение семестра, и какие-то такие вещи исторические, значит, где все это можно прочесть и так далее. Но вот то, что вам буду рассказывать, это один из самых важных общеобразовательных кусков, которые не попадают ни в один общий курс, но может быть в каком-то виде упоминаются на четвертом курсе в курсе физики. Но там у физиков не сразу поймешь, что они имеют в виду, они очень любят свои слова придумывать. Потом мы узнаем, что, видимо, мы их слова тоже понимаем, если сможем сопоставить их со своими словами. Они там говорят спиноры Дирака, там еще что-то, там спиноры Вейля, но потом мы узнаем, что мы все это знаем. Вот. Значит, о чем здесь пойдет речь? Ну, можно начинать по-разному объяснять, но как бы я упомянул вначале несколько тем, где это возникает, ну и потом расскажу какие-то определения, так, по первому разу, а потом мы уже будем все систематически изучать. Значит, все объекты геометрические, которые у вас встречаются в общих курсах, они все являются тензорами. Так, то есть вот вы рассматриваете представление, ну, скажем, В, это, допустим, пока для просты векторное пространство, векторное пространство, значит, над полем К, ну, потом, конечно, мы будем работать над произвольным коммутативным кольцом, вот. Значит, и вы рассматриваете действия группы СЛВ, ну, вот на этом пространстве. Так вот, тогда все, что вам до сих пор встречалось, все является тензорами, так, то есть, что там у вас было, какие у вас были геометрические объекты, скаляры, векторы, ко-векторы, то есть линейные функционалы, линейное отображение, так, значит, билинейные формы, структура алгебры на В, структура коалгебры на В, все это, значит, задается тензорами. Но вот чуть больше века назад при построении представлений простых алгебр Ли, Ли Картан обнаружил, что не все геометрические объекты являются тензорами. То есть, вот если мы строим представление группы СЛВ или представление группы симплектической, так, то оказывается, что все их конечномерные неприводимые представления можно построить в терминах вот этого представления. Но если мы попытаемся то же самое проделать для ортогональной группы СОВ, ну, считая, что на этом В задано еще какое-то скалярное произведение, скалярное произведение, значит, в данном случае симплектическое, в данном случае симметрическое. Так вот, для этих групп, значит, все представления строятся в терминах представления на В, в терминах вот этого самого векторного представления. А для этой группы нет. Картан обнаружил, что, значит, существуют другие представления, но он их построил. Это так называемые спинорные, ну, спинорное представление и, значит, в тех случаях, когда оно является разложимым, оно раскладывается на два слагаемых полуспинорные представления. И вот при этом возникает некий новый тип геометрического объекта, который, как оказалось, вот эти объекты, они очень важны, практически сразу они получили приложение физики, вот, они отвечают за то, что называется спином. Так, значит, давайте возьмем вектор и будем его вращать, значит, повернем его на 360 градусов, он вернется в исходное положение. Он вернется в исходное положение, при этом один раз, вот, за полный поворот, поэтому у него спин равен единице. Так, возьмем теперь пару векторов противоположных, вот, и будем точно также ее вращать. Вот эта пара векторов, она, значит, за полный поворот вернется в исходное положение, ну, или в то, что не отличается от исходного положения, два раза. Вот, ну, есть такая замечательная книжка Хокинга, The Brief History of Time, она, по-моему, и на русском есть, «Краткая история времени», как в таком духе называется, да, в общем, общая теория всего, вот, там он иллюстрирует это на примере игральной карты, вот, значит, есть игральные карты двух сортов, да, я не знаю, как это называется, картинки, да, а вторые, которые не картинки, как это называется, ну, в общем, не картинки, у них спин один, их, а? Рубашка. Нет, рубашка – это оборотная сторона, я имею в виду, вот, там, двойка, тройка, да, вот, ну, в общем, картинки, они имеют спин два, а не картинки спин один, то есть, вот, это как раз то, что я сейчас нарисовал, ну, понятно, что такое там спин три, целый спин легко изобразить, так, значит, это спин два, спин три, это легко изобразить, вот, а что такое спин одна вторая? Вот, ну, и Хокинг это поясняет следующим образом, вот, представьте себе, что у вас есть, значит, ну, какой-то вот объект, у которого внутри стоит редуктор, и в тот момент, когда вы этот объект проворачиваете, значит, вокруг центра на 360 градусов, вот, внутреннее это колесико вращается в два раза медленнее, и, значит, за полный поворот проходит половину пути, так, то есть, вот этот вектор, который нарисован в серединке, превращается в противоположный, то есть, это значит, что за полный поворот вот этот вектор не возвращается в исходное положение, но в действительности есть масса примеров, значит, в окружающем нас мире, которые ведут себя ровно таким образом, так, но вот я писал в анонсе, что частицы того, что называется веществом, фермионы с полуцелым спином, они себя ровно так ведут, так, то есть электрон при повороте на 360 градусов, он вовсе не вращается в исходное положение, у него есть внутренняя степень свободы, которая здесь была изображена, так, и, значит, что-то у него, внутри него не возвращается в исходное положение, а увидеть это проще всего следующим образом, так, вот, если кто-то мне нарисует лист Мебиуса, кто-нибудь знает лист Мебиуса рисовать, так, но все представляют, что это такое, да, вот я начинаю, так, ну, кто умеет рисовать, я не знаю, мне нужно было как-то, так сказать, заранее подготовиться, вот, то есть, значит, если у нас есть цилиндр, то тогда, когда мы обходим вокруг цилиндра, вот проносим вектор параллельно по этой окружности, на которую навешаны наши образующие цилиндры, так, то он возвращается в исходное положение. Значит, когда мы сделаем то же самое на листе Мебиуса, но вот лист Мебиуса, он перекручен, так, я не могу его изобразить, но кто-нибудь из вас откроет сейчас интернет, и там он где-нибудь нарисован, вот, и поможет мне его изобразить. О, да, о, да, это правильно, да, 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 и сказать, что это А, это А, это Б, это Б, да, ну, да, 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 это, наверное, лучше всего, да. Вот, значит, ну, в общем, представьте себе, что когда вы проносите вектор, так, он возвращается сюда же, да, вот, вокруг этого его базы окружности, да, вот, но это кажется, что он вернулся туда же. Представьте себе, что на самом деле это не вектор, а муравей, так, вот он когда прополз по этому, значит, по этой окружности, он вернулся туда же, с той же стороны. А теперь представьте себе, что муравей проделал это упражнение на листе миобиуса. Он вернулся в эту же точку, он смотрит в том же направлении, но он находится вот в этой точке с другой стороны. То есть нельзя сказать на другой стороне листа миобиуса, потому что у него всего одна сторона, да, но он находится, значит, в этой же точке на другой стороне. То есть, чтобы ему вернуться снова в эту точку, на самом деле нужно проползти по окружности не один раз, а два раза. Вот, опять же, если бы я там умел изображать филиппинские танцы, кто-то только что изображал, значит, то я бы взял бокал, провернул руку и, значит, там, не пролив ни капли, вот она возвращается за два поворота в исходное положение, а не за один. Так, но вот опять же вы можете найти, я не могу вам это изобразить на доске, значит, следующее упражнение, вот, закрепите, значит, чашу с двумя ручками, резинками к двум стенкам комнаты и начинайте ее поворачивать вокруг своей оси. Когда вы повернете ее на 360 градусов, то вот эти резинки запутаются. Казалось бы, что когда вы повернете ее еще на 360 градусов, они запутаются еще больше, но это не так. Когда вы повернете ее на 720 градусов, так, то одну из резинок можно будет перекинуть и их расцепить. Вот это ровно значит, что вот те ситуации, которые я вам сейчас описал, имеют спинна 1, 2. Так, вот это вот ровно, значит, ну вот это вот иллюстрация, потому что здесь, чтобы вернуть обратно, нужно еще провернуть, сделать полный оборот. Про чашку вот эту или закрепленную? Я не понял. Это называется спиннер-спэннер, вы можете найти по этому кодовому слову. Или спиннер-спэннер, я думаю, что вот так вот. Так, вот представьте, что у вас чашка с двумя ручками, чаша, вы закрепили ее к двум гвоздикам на стене и начинаете ее вот так вот вращать. Когда вы повернули на 360 градусов, эти вот веревочки, резиночки переплелись, вы повернули еще раз. Кажется, что они должны еще больше переплестись, но это не так. Они после этого, после еще одного поворота в ту же сторону, они расцепились. Вы можете одну из них перебросить и снова... Ну вы проделаете это такое... Вот, 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 ровно, так сказать, мы этим и будем заниматься, чтобы, так сказать, представить себе вот это. Так, то есть, в алгебраическом смысле представить себе вот это. То есть, не представить, а посчитать. Вот, то есть, это ровно те ситуации, когда, значит, вот нужно что-то другое, кроме векторов, что не строится в терминных векторах. Что-то на самом деле, что стоит за векторами, более фундаментальное по отношению к этой группе. Вот, это другое, это вот и было, это и были спинуры, которые были построены картаном. Вот, ну, или картаном, в начале 20 века. А теперь я, значит, подойду к этому немножко с другой стороны. Так, вот, на самом деле, почему же, что такое алгебра Клиффорда и почему они называются алгебрами Клиффорда? Хотя, на самом деле, их построил, я уж не знаю, кто. Не, ну, конечно, над р и над с картан, а в общем случае шевале, я думаю. Вот, значит, алгебры Клиффорда возникли следующим образом, они возникли, скажем, в 70-е годы 19 века, при попытке продолжить вот следующий ряд, R, C, H, так, ну и все знают, что это такое, да, значит, вещественные числа, комплексные, экваторнионы, ну, и как бы мы все привыкли это продолжать неким образом. Мы все знаем, какая следующая буква, правда, да? Так, значит, один, два, четыре. Так, следующая буква, которую мы обычно рисуем, это буква О. Так, октава. Значит, вот, в 40-е годы 19 века, в начале 40-х годов 19 века, значит, Гамильтон построил Кватерниона, а потом, вскоре после этого, Кэрри и Грейвс построили октавы, вот, но при этом, это будут алгебры с делением, но при этом алгебра Кватернионов, она не коммутативна, алгебра октав, она, кроме того, не ассоциативна, но они все будут алгебрами с делением. Так вот, Клиффорд пытался продолжить это следующим образом, он пытался построить, обобщить Кватернионы другим образом, чтобы все-таки получить ассоциативные алгебры. Вот, значит, здесь в С есть, там, с точностью до линейной независимости, линейной независимости одна мнимая единица, значит, здесь две мнимых единицы, значит, ну, на самом деле, кажется, что три, но две, которые порождают аж как алгебру. Вот, значит, здесь три единицы, которые порождают аж как алгебру, они не ассоциативны. Вот, если возьмете три мнимых единицы, которые порождают аж как алгебру, то они образуют не ассоциативную тройку, а антиассоциативную. Они образуют тройку, для которой x, y, z, вот в таком порядке равно минус x, y, z. Вот, то есть это не ассоциативная алгебра. Клиффорд занимался вопросом таким, ну, а как же вот построить, значит, алгебру, которая порождается тремя, скажем, четырьмя и так далее мнимыми единицами, но при этом ассоциативно. Ну, понятно, что при этом придется от чего-то другого отказаться, придется отказаться от того, что это алгебра с делением, то есть те алгебры, которые будут получаться на этом пути, они, вообще говоря, будут алгебрами с делителями нуля, так, но зато ассоциативными. Вот, Клиффорд строил именно гиперкомплексные системы, именно гиперкомплексные числа, но вскоре после этого, ну, сразу после этого, Липшиц заметил, что алгебры Клиффорда, они играют такую же роль по отношению, вот, при изучении пространств вещественных, он рассматривал только вещественные, естественно, пространств со скалярным произведением, как внешняя алгебра при изучении пространств, значит, при изучении просто вещественных пространств. Ну, давайте, пожалуй, я сразу вам скажу определение алгебры Клиффорда для того, чтобы быть предметным, а потом мы действительно увидим, что это определение действительно что-то определяет, что такая алгебра существует, единственное, что это изоморфизма и так далее, вот, значит, что такое алгебра Клиффорда? Ну, вот, давайте пока для просты будем считать по-прежнему, что у нас К – это поле, ну, и причем для того, чтобы буквально было верно все, что я говорил, и не задумываться там над эквивалентностью разных определений, будем пока предполагать, что характеристика поля К не равна двум, хотя потом, конечно, в дальнейшем я хочу рассказывать все для любого поля, так, ну, и даже более того, я хочу рассказывать, как бы, все характеристик-фри, то есть, независимые от характеристики, единообразные для всех полей, ну, или что самое рассказывать над Z, то есть, тем самым, для любых коммунитивных колец. Вот, ну, пусть для начала К – это поле, значит, и пусть В – это векторное пространство, пространство над полем К. Вот, и давайте рассмотрим симметрическое скалярное произведение. Симметрическое скалярное произведение, ну, естественно, билинейное. Спасибо, да, иначе это определяет алгебру, а не… Спасибо, да, это была опещатка. Вот, значит, билинейное симметрическое скалярное произведение на векторном пространстве В. Вот, ну, это входит в общий курс, и я думаю, что это не нужно напоминать никому, в том числе и первому курсу, правда, да? Вот, что это значит. Ну, вот симметрическое, естественно, значит, что В… Ну, давайте я назову элементы У и В векторного пространства. БУВ равно БВУ. Вот, ну, поскольку характеристика поля не 2, то задать симметрическое скалярное произведение на векторном пространстве, это значит ровно то же самое, что задать на этом пространстве квадратичную форму. Так, то есть вот это вот, такое произведение соответствует, однозначно такие произведения соответствуют квадратичным формам на В. Что такое квадратичная форма? Так, ну, вот квадратичная форма, значит, это вот ж такое. Ну, вот квадратичная форма, которая соответствует В при этом отображении, это просто скалярный квадрат. КУ от В равно ВВВ. Так, скалярный квадрат. Вот. А что такое вообще квадратичная форма? Вообще квадратичная форма, это ровно то, что приходит из такого отображения. Так, то есть, во-первых, значит, КУ является однородной степени 2. Так, однородной степени 2. И во-вторых, вот из КУ поляризацией можно получить билинейное скалярное произведение. Так, а поляризация это лучше такое. Значит, мы берем два вектора У и В из В и определяем БУВ следующим образом. Так, ну, и сейчас вы увидите, почему я пока предполагаю, что характеристика не равна 2. Так, ну, кто слушал мои лекции уже знает, правда, да? Потому что мы должны поделить на 2. Значит, КУВ, извините, У плюс В, минус КУ минус КУВ. Вот, так вот, значит, КУ называется квадратичной формой, если оно однородной степени, если это отображение однородной степени 2, отображение из В в КАМ. Так, и если его поляризация, вот, определенная этой формулой, является, ну, разумеется, симметрическим билинейным скалярным произведением. То есть, значит, если характеристика поля не 2, то задать симметрическое скалярное произведение, то же самое, что задать квадратичную форму на верхнем пространстве. То есть, скалярное произведение полностью определяется заданием скалярных квадратов всех векторов. Вот, ну, так, идея классиков XIX века состояла в следующем. Ну, а нельзя ли построить такую алгебру, чтобы в этой алгебре скалярные квадраты всех векторов в пространстве В были настоящими квадратами в этой алгебре. Так, то есть вот, но при этом хочется еще одну, хочется, чтобы эта алгебра была наибольшей возможной, наибольшей алгеброй с таким свойством, чтобы, значит, никаких, ну, во-первых, там не было ничего лишнего, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы никаких других соотношений между векторами из В, кроме тех, которые вытекают из того соотношения, которое только что он сказал, из соотношения, что В квадрат равняется КУВ, КУ от В, что никаких других соотношений нет. Вот это и называется алгеброй Клиффорда. Так, значит, определение. Значит, алгебра Клиффорда, пространство В. Так, ну, я напишу форму КУ, алгебра Клиффорда. Вот. Это универсальная. Универсальный объект, ну, я скажу слово категория, которую я потом использовать не буду пока. Вот. Вот. Универсальный объект в категории отображений, отображений из В в ассативную алгебру, в ассативные алгебры. Так, значит, нет, это вы сейчас мне рассказываете построение, сейчас вы мне рассказываете построение алгебры Клиффорда. Алгебра Клиффорда строится, конечно, так. В, тензорно В, минус КУВ, идеал порождается, вот. А, просто есть, ну, где у нас элементы поля в В? А элементов поля в В нету, они есть, а это ассативная алгебра с единицей. Так, а отображение обладает следующим свойством, что, значит, таких, что Пси от В в квадрате равняется к от В. Естественно, у нас, значит, тензорная алгебра – это универсальный объект в категории отображений, вообще линейное отображение, естественно. Значит, тензорная алгебра – это универсальный объект в категории всех линейных отображений из вектного пространства в алгебре, правда, да? воссативная алгебра. Нет, не видимо, это определение тензорной алгебры. А здесь универсальный объект в другой категории, не всех линейных отображений, а линейных отображений, для которых выполняется вот такое вот свойство. Повещенными словами, из пространства В существует отображение, которое, ну вот, я почему-то обозначу, скажем, как буквой гамма. Вот, потом я это гамма буду вообще перестану писать, ну, потому что, видимо, так обозначает там Шевалея, значит, Алекс Хан и так далее в своих книжках. Значит, C, V, Q с таким свойством, что, значит, ну, вот это отображение этим свойством обладает, то есть Q, V квадрат равняется, гамма V квадрат равняется Q от V, так и для любого отображения Пси в любую ассативную алгебру с единицей, обладающего этим свойством, существует единственное отображение, единственное отображение, единственный гамморфизм алгебр. Единственный гамморфизм алгебр, ну, скажем, это гамморфизм алгебр, значит, такой, который делает этот треугольник коммутативным, то есть такой, что Пси есть композиция гамма и это. Извините. Вот. Вот это определение алгебры Клиффорда. Ну, из... Можно доску немного поднять? Да, конечно. Вот. Значит, это определение алгебры Клиффорда, из которого вытекает, что алгебра Клиффорда, если существует, то единственно, с точки до изоморфизма, с точки до единственного изоморфизма, вот, ну да, да, конечно, вот, с точки до единственного изоморфизма, значит, но, разумеется, из этого совершенно не вытекает, что такая алгебра существует, но то, что она существует, нам как раз Алексей только что рассказал, так, значит, она существует, конечно, по той причине, что она является фактором тензорной алгебры вот по этому соотношению. Так, значит, ну давайте я сформулирую первый раз, что она существует, потом я сформулирую это, видимо, чуть поточнее, в более общей ситуации, но для этого мне придется там поговорить о том, что такое, что такое скалярные произведения над кольцами там и так далее, что там происходит при необратимой двойке, потому что я хочу работать над произвольными коммунитивными кольцами, так как это сегодня принято. Вот, значит, ну, теорема, что cvq существует. Ну, вообще, на что это похоже, вот то, что мы сейчас здесь видим? На что это похоже? Это похоже на, значит, это очень похоже на те конструкции, которые мы видели в общем курсе. Так, вот, у нас в общем курсе, ну, у меня точно, но я думаю, что и у других лекторов, значит, были конструкции в третьем семестре, конструкции трех алгебр, связанных с вектным пространством V, конструкции симметрической алгебры, извините, тензорной алгебры. Ну, тензорная алгебра – это то, что называется алгебра контравариантных тензоров, не полная тензорная алгебра, алгебра контравариантных тензоров, конструкция симметрической алгебры, и конструкция внешней алгебры. Так, ну вот, давайте вспомним коротко, что это такое. Значит, кстати, да, конечно, я предполагаю… Это, видимо, частный случай внешней алгебры, потому что мы нигде не говорили, что у нас V не выросли. Это правда, да. Значит, внешняя алгебра – это в точности частный случай алгебры Клиффорда, который получается в том случае, когда, значит, симметрическое скалярное произведение наше является нулевым. Так, то есть, совершенно верно, значит, алгебра Клиффорда является очень широким обобщением внешней алгебры. Совершенно верно. И ровно в таком качестве они как бы в науке и возникли, как инструмент, который сводит там какие-то рассуждения про пространство со скалярными произведениями к вычислениям в какой-то алгебре. Ровно так. Вот, значит, да, но я здесь хотел сказать, что я предполагаю, что все видели раньше тензорные произведения, правда, да, и в том числе те, кто не видел их в общем курсе, но все видели в общем курсе, значит, но если нет, то уж, по крайней мере, я об этом рассказывал в прошлом семестре в курсе «Домино тайлингс», правда, да? Вот, то есть все знают, что такое тензорное произведение, там, двух модулей над коммутативным кольцом, ну, и уж в любом случае такое тензорное произведение двух, значит, вектных пространств, и, в общем, я это не хотел бы напоминать. Так, потому что на самом деле в общем курсе мы, конечно, строили все это через, мы строили, мы начинали строить тензорные степени, там, симметрические степени, внешние степени, потом их складывали, да, но в действительности все эти алгебры можно было определять иначе, чем это делается в общем курсе, а можно было определять так же, как это делается здесь, то есть непосредственно через линейное отображение В в какие-то алгебры, в какие алгебры? Что такое Т от В? Так, Т от В это универсальный объект в категории, ну, универсальный отталкивающий, естественно, в категории линейных отображений В в ассативные алгебры с единицей, так, значит, то есть есть отображение из В в Т от В, так, такое, что для любого отображения другого линейного в любую алгебру существует единственное отображение, которое делает этот треугольник коммутативным, где А любая ассоциативная алгебра с единицей Ну вот, на самом деле, то, как это рассказывалось в общем курсе, это было фактически построение этого дела, то есть мы вначале строили тензорные степени, а потом говорили, что тензорная алгебра есть прямая сумма, значит, кольца R, модуля V, тензорного квадрата и так далее, так? А вот это вот строилось посредством тензорных произведений, которые тоже как-то там строились двумя способами или большим количеством способов, вот, значит, то есть вот решение такой задачи существует, вот оно Так, что такое СВ? СВ это то же самое, но только рассматривается линейное отображение не в произвольной ассоциативной алгебре с единицей, а в В коммутативной В коммутативной В коммутативной, что, наверное, да Да, значит, то есть универсальный объект Объект В категории линейных отображений Отображений ПСИ из В в А, где А ассоциативная коммутативная Алгебра с единицей То есть ровно то же самое В СВ А, где А ассоциативная коммутативная С единицей И тогда, значит, по определению существует единственный гоморфизм алгебр, который делает треугольник коммутативным Значит, как строилась алгебра Т от В? Ну, ее мы могли строить так же, построив симметрические степени, но мы ее строили не так, правда, да? Мы ее строили как фактор тензорной алгебры по идеалу, порожденному элементами У тензор на В минус В тензор на У Так, замечательно Вот, а, значит, теперь последний из тех примеров, который у нас был до сих пор Особенно мы увидим еще и другие примеры, кроме... У вас тут же возникнет вопрос, кстати, когда я сейчас построю алгебры Клиффорда У вас должен тут тут же возникнуть вопрос А почему мы сразу еще один класс алгебры не рассматриваем? Еще одну такую задачу Так, ну давайте вспомним, значит, что за задачу решали внешние алгебры Так, ну внешние алгебры решали такую же задачу Так Ну отображение в алгебру А Алгебра А была какой? Какой? Антикоммутативная Да, а что это такое? Как это называется? Субъективная, что-нибудь, не знаю Как это можно назвать? Вот, я вас и спрашиваю Какая сдача решилась? Можно называть связи Ну, она в любом случае ассоциативная, конечно Но в ней не все что угодно должно быть антикоммутативным А в ней только элементы из В должны быть антикоммутативными То есть рассматривались такие отображения, что Пси В квадрат равно нулю Для любого вывезла Не одно и то же Не одно и то же Объект универсальный не один тоже? Нет, конечно Что такое антикоммутативная алгебра? Вот Нет, именно только векторы анти-антикоммутируют Только образы векторов антикоммутируют ничего больше Вот Значит, просто рассматриваются То есть это ровно Значит, что внешняя алгебра Это ровно алгебра Клиффорда Для случая, когда Q равно нулю Так Когда Q от V равно нулю для любого, значит, V Но это ровно значит Поскольку мы предполагаем, что поле характеристике не 2 Это ровно пока Это ровно значит, что наше скалярное произведение равно нулю То есть внешняя алгебра Это алгебра Клиффорда для, значит, пространства с нулевым скалярным произведением Ну и вот здесь существует единственное отображение Единственный гоморфизма алгебра, который делает этот треугольник коммутативным Как мы строили эту алгебру в общем курсе? Ну, опять же, мы могли ее строить как прямую сумму внешних степеней, которые мы могли построить там каким-то другим образом, да? Но кроме того, мы строили ее единообразно при помощи тенсорной алгебры Как фактор тенсорной алгебры по Почему? По идеалу По идеалу, а? По тенсорному Ну да, по идеалу, по рожденному Значит, по рожденному Всеми такими тенсорами Степени 2 Ну и поскольку это идеал однородный Кстати, и это идеал однородный Алгебра Т градуирована Видите, это прямая сумма по всем степеням То симметрическая алгебра была градуирована Она была суммой степеней Значит, суммой симметрических степеней С от В Это есть К Плюс В То есть, начало такое же Поскольку мы Факторизуем по однородному идеалу По рожденному Тенсорами степени 2 То тенсоры степеней 0 и 1 не меняются Меняются, начиная со степени 2 Плюс симметрический квадрат Плюс симметрический куб Ну, плюс и так далее То есть, эта алгебра продолжает оставаться градуированной И то же самое здесь Посмотрите Мы факторизуем тенсорную алгебру По идеалу Порожденному однородными тенсорами Степени 2 Поэтому, конечно, начало тоже не меняется Так, начало не меняется То есть, это будет К Плюс В Плюс Ну, а дальше будет Внешний квадрат Дальше будет Внешний квадрат И так далее Так Ну, если пространство, конечно, верное То это довольно скоро оборвется Вот Но, в общем случае Это то, что называется алгебра и фока Вот Ну, примерно Пополнение Значит А теперь Мы хотим решить какую-то задачу, которая Ну, очень похожа на те задачи, которые мы решали до сих пор Правда, да? Ну, очень похожа Ну, так как мы ее решим? Мы ее точно так же и решим Мы просто возьмем тенсорную алгебру Уж туда-то существует заведомо Отображение, которое В любое отображение переходит Ну, а теперь мы просто профакторизуем по Тем соотношениям, которые должны выполняться Которые не могут не выполняться И только по ним Так То есть Как мы определим Алгебру Клиффорда? Значит Положим С В Ку Равным Фактор алгебре Т от В По Ну, по идеалу, по рожденному чим Вот там мы факторизовали У У Тензорно У А здесь нужно У Тензорно У Минус Код Совершенно верно Вот и все Так Ну, и совершенно понятно Ну, это просто Ровно то же доказательство Которое было в общем курсе для этих случаев Что вот то, что мы так построили И решает Вот ту универсальную задачу Которую мы хотели решить Потому что два универсальных Два разных универсальных конструкций Привняем И получаем универсальную конструкцию Ну, примерно так, да Вот Значит То есть Мы Значит Решили Ту задачу, которую мы хотели решить Мы построили некоторую Алгебру В которой Первый Квадрат Каждого вектора В алгебре Равен скалярному квадрату Этого вектора В пространстве Вот Но Эта алгебра Кстати, она немножко Отличается В одном аспекте От Тех алгебр Которые Мы только что Перед этим обсуждали Которые обсуждались В общем курсе От симметрической И внешней Она в одном аспекте Отличается В каком Вот Мы только что заметили Что И там И там И вот здесь Мы факторизовали По Однородному идеалу А этот идеал порожден Однородными разве элементами? Так Это значит Градуировка здесь сохранится Ну Ответ правильный Значит Градуировка Это З градуировка Как алгебра Не сохранится Только Как Акфектного пространства А как алгебра Не сохранится Это не будет Значит Умножение Там не будет Правильным умножением Да? Вот Но при этом Мы Факторизуем По Идеалу Который порожден Элементами Содержащими Только Тенсоры Счетных валентностей Так Вот Значит Здесь Степень Валентность 2 А здесь 0 То есть Это значит Что З градуировка Не сохранится Но Деление На Четные Компоненты Могут Смешиваться Но С нечетными Не могут Смешиваться То есть То что получится Будет Тем не менее Суммой Прямой Четной Части И Нечетной Части То есть Это будет То что Называется Супералгебра Вот То есть Это значит Что нам В частности Придется Значит Нам придется Переосмысливать Все понятия Ну Например Понятие Тензинового произведения Алгебра Нам придется Определять По-другому С учетом Вот Этой Грудировки С учетом Знака Что сделал Шевалей В 54 году Вот Ну И вот Наша Первая цель Состоит В том Что Буду Говорить Что Я вам Планирую В этом Семестре Рассказать Значит Что Будет Рассказано Значит Первое Это Структурная Теория Алгебра Ну Причем В общем Случае То есть Мы научимся В этих алгебрах Считать Мы скажем Чему равны их центры Как они вообще Устроены Вот Эти алгебры Они являются Тем Что Называется Градуированными Алгебрами Дзумая Дзумая То есть Они Тесным образом Связаны с арифметикой Нашего Поля Или Кольца Так Значит Вот Мы узнаем Там Чему равен центр Четной части Ну и так далее То есть Изучим Классическую структурную теорию Таких алгебр Значит Структурная теория Она была развита Значит В 54-ом году в Шевале И сейчас мы узнаем почему По какому поводу Ну и вот Значит Первый источник Который Кстати и сегодня Очень неплохо смотрится Значит Значит Это Потому что Картана я вам читать Вот совсем уж классика Я вам читать не посоветую То есть Картана я в него заглядывал Саш вы тоже заглядывали наверняка Да Его читать непросто Правда То есть У Картана там он все пишет Уравнениями В явном виде И Значит Не пытается Как бы За этим Ну может во время Просто и не было такого языка Еще даже То есть Он сам как раз его и придумал Значит Не пытается Каким-то инвариантным образом А вот Шевале Хотя написано больше 50 лет назад Но Просто Читается И сегодня Очень легко Причем Нужно читать конечно не книжку А Репринт В его Избранных трудах Значит Это Называется Collected Works Клод Шевале Collected Works Том 2 Это Вышло в издательстве Шпрингер В 97 Что Или Ну где-то так Когда В 2007 Вот И В Томе 2 Там Значит Два текста Шевале И Несколько Значит Текстов их сопровождающих Значит А именно там Перепечатка его Книжки Алгебраическая теория Спиноров И вот его лекции по алгебрам Клиффорда Ну и кроме того Два Значит Других текста Там Дидоне И Бургиньона В котором Рассказывают Что такое Спиноры Что они значат сегодня там И что вообще Какое место всей этой науке Вот То есть Это вот Такой Некий Важный Очень классический текст Но в действительности Я вам собираюсь Рассказывать структурную теорию Все-таки не для полей Значит Вот Шевалея Рассказывали структурную теорию Для полей Правда Для всех полей Включая Поля характеристики 2 Но для полей характеристики 2 Там все-таки Вот есть некие нюансы Которые То есть Формально Вы так Сразу не заметите В чем там дело Но он некие трудности Для характеристики 2 Заметает под ковер А не Как бы Не решает систематически Но дело в том Что они были Систематически Сняты Только уже Гораздо позже Вот Но в действительности В том что касается Структурной теории Я конечно буду следовать Другим более поздним источникам В основном Которые я вам сейчас назову Так Ну это вот первая тема Это просто вот Расскажешь такой алгебры Клиффорда И как они устроены Как алгебры Что это в действительности там Либо матричные алгебры над телами Либо суммы таких алгебр Что-то в таком духе Вот Ну вот есть Современные источники Несколько Давайте я вам назову пару книжек Так Ну вот В наибольшей общности Все это обсуждается Структурная теория В книжке Которая совсем недавно вышла Ну относительно недавно вышла Эта книжка Значит Хельм Штеттера И Микали Значит Книга Называется Quadratic Mappings And Clifford Alchebras Значит Биркхойзер 2008 год Вот Ну и там Общность такая Значит Произвольное коммунитивное кольцо Произвольная форма То есть Никаких Предположений От цветной невыраженности Формы Не делается вообще Никаких предположений От цветной обратимости Двойки Не делается вообще Ну вот как бы развивается Структурная теория Вот в такой вот общности Так Значит Алгебра Клиффорда Ну и каких-то вот Связанных с ними там Групп На самом деле Они там даже изучают Не группы Клиффорда А то что они называют Лепшицевыми моноидами Ну не важно Вот Значит Ну вот Шевалей я вам назвал Ну и еще один Источник В котором излагается Примерно в такой общности Чуть меньше общности Чем здесь Но примерно в такой общности Это книжка Александра Хана Так Значит Которая называется Квадратик алгебрус Ну и кстати Да Тут же у меня возник вопрос Не возникли у вас вопроса Какого Класса Какой класс алгебры Мы еще не определили Квадратик алгебрус Клиффорд алгебрус И Арифметик титгрупс Так Это Шпрингер тоже 94-й год Вот Ну и Еще один Очень полезный текст общего характера Тоже Где Кстати Масса деталей для Модули Небольшого ранга Это Текст Значит Макса Кнуса Макса Альберта Кнуса Который Называется Quadratic Forms Клиффорд алгебрус Клиффорд алгебрус Клиффорд алгебрус Энт Спинас Вот Ну Который Вышел Лекцией Университета Компинос 80-го года, но в интернете можно найти. На самом деле, значительная часть того, что здесь, попала в близком духе в книжку The Book of Involutions. Но там в The Book of Involutions, там гораздо больше всего, там это труднее найти начинающему, то есть здесь просто начинается с определением алгебры Клиффорда в таком духе, и как бы ничего другого нет. А The Book of Involutions, там нужно вначале еще много другого преодолеть, чтобы до этого места дойти, правда, да? The Book of Involutions, это замечательная книга четырех авторов, значит, так, осталось вспомнить всех четырех в лафавитном порядке. Кнус, Меркурьев, Рост и Тиньюль, правда? Я в правильном порядке их воспроизвел, да? Кнус, Меркурьев, Рост, Маркус, ну, Александр Сергеевич Меркурьев, Маркус, Рост и Тиньюль. Вот, то есть те, кто более уверены в своих силах, могут читать эту книгу. А здесь ситуация обратная, значит, есть книга Хана Умиры, которая тоже есть глава алгебры Клиффорда и там спинорная норма, но книга, вот книга Хана Умиры содержит меньше деталей, чем эта книга. Это написано позже и более подробно, значит, но у кого есть книга Хана Умиры, могут читать та же книгу Хана Умиры, Хан Умира, ну, не всю книгу, опять же, а нужную главу, книгу, которая называется, вот, она у меня с собой даже, Classical Groups and Algebraic Theory. И там есть глава, которая ровно посвящена, значит, структуре алгебры Клиффорда над коммунитивными кольцами и спинорной норме. Вот, значит, и вот это вот первый такой блок, который я собираюсь вам подробно рассказать, ну, вот, это не так долго, значит, как кажется, я думаю, лекции 2-2,5, вот, то есть определить алгебры над произвольным коммунитивным кольцом, ну, и вот, вычислить центры, алгебры, это не просто алгебры, это алгебры с инволюцией, на самом деле с двумя инволюциями, вот, значит, ну и так далее, то есть классическая структурная теория таких алгебр, так, то есть СВ это алгебра с инволюцией, алгебра с инволюцией. Ну, тут всем, очевидно, одна инволюция, да, одна инволюция, это замена знака здесь, да, но на самом деле чуть менее очевидно, что есть другая инволюция, которая обращает порядок нужителей, то есть Утензерный В переводит в Втензерный У, так, но вот на самом деле можно взять произведение этих инволюций, композицию, вот, это и будет то, что называется главная инволюция на алгебре клефорта, которая играет огромную роль, которая играет ту же роль, что сопряжение, скажем, в кватернионах, кватернионное сопряжение в кватернионах, вот, значит, это вот первый кусок, значит, дальше, после этого я бы хотел отождествить алгебры, вот вторая, вторая тема, это отождествить эти алгебры над классическими полями, тут тоже возникает очень интересная и очень важная вещь, очень важная, в том числе, за пределами алгебры. Сейчас я об этом скажу, но пока я вас спрошу, возникли ли у вас мысли по поводу того, чего мы не определили. Ну, давайте, пока у вас эти, значит, мысли не возникли, я не буду вам называть вторую вещь, которую мы будем изучать, а немножко поговорю еще об этом, и они у вас, такие мысли возникнут в процессе. Значит, а именно, ну, вот, я вам сказал, что если поле характеристики не два, то квадратичная форма, это то же самое, что невыраженная билинейная форма, правда, да? Симметрическое скалярное произведение, невыраженная, ну, невыраженная это ерунда, конечно, значит, симметрическое скалярное, билинейное скалярное произведение. Так, ну, как в этом случае будет задаваться, какое соотношение будет возникать? Так, если посмотреть не на q, а посмотреть на, значит, на, то есть я вам определил алгебру cvq, ну, так это то же самое, ну, или изоморфно, если хотите, что cvb, вот cvb по каким соотношениям мы факторизуем. Что мы хотим? Ну, u на v равно u на v, 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 можно так. Чего? Вы так думаете? Да, это, вот я и спрашиваю, какое соотношение вы хотите? Правильно, да, 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 совершенно верно. Мы хотим, чтобы выполнялось следующее соотношение, чтобы у нас было отображение гамма из v в cvb, но у нас есть гамма u, гамма v плюс гамма v, гамма u, и чтобы это равнялось, чтобы это равнялось v, увы, правда, да, или двум v, двум v, да, это правда, вот, но в тот момент, когда я скажу, что у нас поле характеристики любой, а не только не два, то в этот момент я эту двойку должен буду зачеркнуть, но при этом рассматривать не то, что до сих пор мы рассматриваем, а нечто другое. Да, да, совершенно верно. Пока я должен написать двум, да, так как я говорил, до сих пор я должен написать двум, вот, ну и это ровно значит, что я должен эту алгебру строить так, я должен факторизовать тензорную алгебру по идеалу порожденному чем? Ну, тем, что здесь написано, u тензор на v плюс v тензор на u минус b u, 2, а? Ну, конечно, да, 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 конечно, конечно, вот, то есть вот, значит, алгебру Клиффорда в действительности мы могли для поля характеристики не два определять таким вот образом. Для поля характеристики не два. Ну и на самом деле вот это вот в таком виде эта формула, она позволяет вам антикоммутировать. Ну, например, эта формула позволяет вам сразу сказать, чему равен базис алгебры Клиффорда. Вот из этой формулы сразу вытекает, что размерность алгебры Клиффорда c, я здесь напишу k в степени n, здесь я напишу, скажем, b, так вы мне тут же скажете, чему это равно. Здесь все написано. Так же, как мы строили базис внешней алгебры, нам это соотношение позволяло расставлять базисные произведения образов базисных векторов в любом порядке, ну, например, в порядке возрастания индексов. То есть, вот если базис здесь, значит, e1, e, n, то базис, это базис в, то базис, в качестве базиса c, v, b, можно взять. Так, ну, все здесь содержится, в том, что я написал, все содержится. Так, ну, осталось, продиктуйте мне кто-нибудь. Рома, вы знаете. Вы получили отлично на экзамене, поэтому вы должны знать. Произведение базисных векторов в каком порядке? Ну, конечно, да, 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 значит, e, гамма e и 1, гамма e и 2 и так далее, гамма e и m, где m, значит, от чего, от нуля до n, вот, а, значит, e1 меньше, чем e2, меньше, чем и так далее, меньше, чем и m, от единицы до n. Так, значит, вот такой вот базис алгебры Клиффорда. Ну и вот, как бы, использовать соотношение мы можем, понимаете, да, брать, взять два-либо таких выражения, умножить и переписать. Ну, почему они независимы вообще? Почему у нас никакими соотношениями их нельзя искать? Ну, ровно так же, как мы это доказывали для внешней алгебры, это ровно то же самое доказательство. Я пока сейчас ничего не доказываю, но это ровно то же доказательство, которое мы доказывали в общем курсе для внешней алгебры. Дело в том, что, как векторное пространство, эта алгебра от b не зависит. Как векторное пространство, как модуль, она от b не зависит. То есть, как модуль, ну, потому что, значит, в этих вот соотношениях старшие члены переписываются так же, как во внешней алгебре, а все члены дополнительные, которые возникают, они меньшей степени, строго меньшей степени, понимаете? Поэтому умножение деформировано, то есть, на самом деле, так, сейчас я вам скажу страшные слова, значит, на алгебру Клиффорда правильно смотреть, как на квантованную внешнюю алгебру. То есть, внешнюю алгебру, в которой сложение такое, как было, а умножение деформировано. То есть, к тому умножение, которое было, добавляется еще каких-то, что-то меньших степеней. Вот, как модуль, изоморфно, внешняя алгебра. Вот. Ну, я это сказал не для того, чтобы что-то доказать, я говорю, а только для того, чтобы вас навести на мысль о том, чего же мы еще не определили. Что вам еще хочется определить? У нас... Нет, подождите, подождите, какую алгебру вам еще хочется определить? У нас вот было, так, это можно стереть тоже, у нас было до сих пор построено, значит, была построена тензорная алгебра, но она такая большая, совсем большая. Да! Кто сказал? Вы знали? Нет. Это правильно, это правильно. Вы догадались, да, это правильно. Но только тогда B должна быть не симметричной, а? А? А какой? Правильно. Ровно так. И эта алгебра, это то, что французские товарищи называют, значит, симплетической алгеброй Клиффорда, но то, что все остальные все-таки называют алгеброй Гейли. Так, совершенно верно, то есть, значит, вот у нас было, вот что, у нас была тензорная алгебра, но она как бы надо всем живет. У нас была симметрическая алгебра, у нас была внешняя алгебра. Внешнюю алгебру мы деформировали и построили алгебру Клиффорда. Ну вот, теперь всем понятно, что, так сказать, здесь тоже хочется что-то поставить. Вот здесь хочется поставить алгебру АВБ, где Б симплетическое, скалярное произведение. Вот такая алгебра называется алгеброй Вейли. Алгебра Вейли. Ну вот, я повторяю, что во французских источниках она называется симплетической алгеброй Клиффорда. Ну и, конечно, она получается факторизацией по соотношению У тензорно В, минус В тензорно У, минус БУВ. Ну и понятно, что, поскольку это симплетическое, то при перемене У и В это меняет знак, и это меняет знак. То есть все правильно. Потому что там симметрическое, там при перемене не меняло, здесь при перемене не меняло. Вот, это очень интересная алгебра. Ну и тоже, если у нас останется время, я вам расскажу, но уже просто расскажу то, что, остальное, что собирался рассказать, я вам расскажу про строение этой алгебры. Но это как бы уже бонус, это я не обещаю. Вот, потому что это очень интересная алгебра. Но, например, там, в случае поля, эта алгебра является кольцом ора, то есть у нее там есть тело частных, вот. Но исключительно интересный пример с кольцевой точки зрения алгебры. Вот. Значит, ну потому что, как бы, здесь есть делители нуля, и это как бы в тело так сразу не вложить, да. А это вот получается кольцо ора, то есть вкладывается в тело. Еще очень интересная алгебра, действительно. Ну, если, конечно, форма B не вырождена, естественно. Если форма B вырождена, там получается тензорный множитель, как всегда, тензорный множитель просто внешней алгебры, но это как-то в тело трудно вложить. Вот. Значит, вот это первый кусок, ну и продолжение, если будет время. Так, значит, теперь следующий кусок, который я собирался вам рассказать, это классификацию алгебр Клиффорда над классическими полями. То есть как конкретно устроены алгебры Клиффорда над классическими полями. Ну и, разумеется, как они устроены над C и над, значит, R, это как раз ровно выяснил Картан. И это то, что, значит, все остальные математики называют периодичностью Ботта. Ну, поскольку, значит, ее открыл Картан. Вот. Но Картан ее открыл в другой ситуации, алгебраический вариант. Это алгебраический вариант периодичности Ботта. Так, значит, а именно следующий кусок, вот первый, я вам сказал, структурная теория, второй кусок – классификация. Второй кусок – это классификация. Это первый кусок. Второй кусок – это классификация. А, С, В, К, С, В, К, С, В, Ку над классическими полями. Ну, вот, значит, я вам вряд ли что-то смогу рассказать, много более того, что было известно к началу XX века. То есть, Картан или Картан классифицировал над С и Р, а Диксон классифицировал над конечным пулем. То есть, описал, как они явно устроены, вот, сколько их там есть и как они устроены. Ну, и, значит, над Р, допустим, будем считать, что Ку не вырождены. Ну, не вырождены, как мы знаем, не вырождены квадратичные формы полностью определяются размерностью, количеством переменных, да, и еще одним ровно инвариантом. Каким? Так, Рома, вы сдавали. Надер. О, сигнатура, так и называется, да. Значит, то есть, надер пространство с невырожденным скалярным произведением, они называются псевдоэвклидовыми, псевдоэвклидовы. Так, они выглядят следующим образом. Значит, Ку от x1 xn, так, ну и нужно мне здесь поставить вторую скобку, да, наверное, нужно. Значит, равняется x1 в квадрате плюс и так далее плюс xp в квадрате минус xp плюс 1 в квадрате минус и так далее минус xp плюс q в квадрате, где p плюс q равно n. p плюс q равно n, это вот размерность, значит, размерность, а второй инвариант, сигнатура, p минус q. Вот, и совершенно поразительное открытие Картана состояло в том, ну, которое потом сыграло огромную роль во многих вещах, состояло в том, что алгебра Клиффорда, вот пространство r, p плюс q, то есть я уже, когда написал вот это, я могу больше ничего не писать, да, когда я написал вот это, это уже указывает форму, правда, да, значит, эти алгебры, ну, на самом деле не сами эти алгебры, сами-то эти алгебры, конечно, значит, не с точки до изоморфизма эти алгебры, а с точки до того, что называется море этой эквивалентностью, ну, с точностью до замены кольца на матрицы над ним, над этим кольцом, значит, с точностью до море этой эквивалентности, эти алгебры, значит, с точностью до море этой эквивалентности, периодично, значит, ну, по p минус q по модулю 8, ну, на c они периодичны по модулю 2, вот, а на d по модулю 8, что имеет очень глубокий смысл, кстати, вот на самом деле это ровно те же самые 8, которые, то есть кажется, что, кажется, что алгебры Клиффорда ассоциативны, а алгебра O не ассоциативна, но это только кажется, нет, алгебра O, конечно, не ассоциативна, но на самом деле это ровно те 8, которые вот эти 8, так, и это объясняется в книжке Шевале, вот, то есть вот эта вот периодичность, она влечет периодичность, там, стабильных гомотопий ортогональной группы, она влечет периодичность в ортогональной категории по модулю 8, вот, которая называется периодичностью Ботта, то есть вот это вот, значит, играет, это периодически играет огромную роль в топологии и в категории, в топологической категории, так, но вот на самом деле на русском это можно прочитать вот это, можно прочитать в статье Ати, Атья, Ботт и Шапира, которая называется Клиффорд Моджулс, модули Клиффорда, в категории, в книжке Ати по категории, там одно из приложений, эта статья переведена, значит, то есть в действительности то, что мы узнаем, это есть алгебраический исходник периодичности Ботта, алгебраическое объяснение того, почему имеет место периодичность Ботта, вот, это вторая тема, которую я вам собирался рассказать, значит, ну, а после этого я буду рассказывать то, что уже нужно непосредственно нам, значит, а именно я буду строить спинурные группы, так, ищать строение спинурных группы, третья тема, это спинурные группы, вот, и вот как раз, значит, здесь мы увидим огромную разницу, которая есть между группами С, Л, Н, скажем, Р, с одной стороны и группой С, П, 2, Л, Р, и группой С, О, Н, Р, но на самом деле группа С, О, Н, Р, она образует две серии, вот эта серия АН-1, это серия С, Н, С, Л, если с точки зрения, там, алгебраический групп или группы Ли, вот, вот эти группы, они разбиваются на две серии, в зависимости от того, чётная Н или несчётная, так, значит, С, О, 2, Л, плюс 1, это серия Б, Л, и С, О, 2, Л, Р, это Д, Л, но вот оказывается, что эти группы устроены по-другому и принципиально сложнее, чем эти группы, так, ну, то есть, например, вот, например, ну, это во многих, очень, вещах проявляется, но, например, если вы возьмёте факторы этих групп по центру, ну, вот, как групп точек, не как алгебраический групп, а просто группы точек, возьмёте факторы по центру, вы получите конечные простые группы, ну, вот эти группы, они, ну, над полем, допустим, совершенны, ну, там, кроме одного исключения, ну, кроме трёх исключений, ранг-1 я вообще не думаю о нём, так сказать, да, С, Л-2, конечно, слишком маленькая группа, она несовершенна полями из двух и трёх элементов, а С, П-4 несовершенна полем из двух элементов, вот, но вот если вы посмотрите на эту группу, то ничего, похоже, вы не получите, то есть, если вы рассмотрите её фактор по центру, то, получившись, группа не будет простой, так, и таких вот отличий масса, то есть, очень часто что-то получается для С, Л и С, П, не получается для ортогональной группы, вот в чём причина этого, да, ну, вот, причина этого топологическая, скажем, но она же алгебраическая для алгебраически замкнутого поля состоит в том, что вот эти группы односвязны, а эта группа не односвязна, если вы посчитаете, значит, её фундаментальную группу, скажем, на С, но в любой топологии, хоть алгебраическую фундаментальную группу, хоть обычной комплексной топологии, вы получите, что её фундаментальная группа имеет порядок 2, так, значит, для алгебраически замкнутого поля, то есть, эта группа не является односвязной, вот, ну, так в чём здесь дело, а вот дело в том, что на самом деле над ней висит настоящий аналог этих групп, а именно спинурная группа, то есть мы, вот, как раз нашей третьей целью является построение спинорных групп, является построение двулистных накрывающих специальной ортогональной группы, ну, и изучение, получився, групп, и того, что с ними связано, там, значит, вокруг них, на самом деле, ну, вот, возникает просто масса разных моментов, которые просто делают изучение ортогональных групп принципиально сложнее, чем изучение специальной линейной и симплектической группы. Сейчас я упомяну о некоторых этих моментах, так, значит, всей сложности мы не увидим пока, значит, но, как бы, на что-то я вам намекну, и дальше как раз я планирую подробно это всё обсудить. Так, значит, ну, вот мы построим спинорную группу, спинорную группу, спин-н-р, построим её, гомоморфизм, в специальную ортогональную группу, с-о-н-р, так, а вот дальше интересно, вот то, что стоит дальше, это и есть то, что мешает фактор группе этой группы по центру быть простой группой. Так, и то, что стоит дальше, значит, вот это в действительности было вычислено для коммутативного кольца, ну, для Поля это было вычислено Эйхлером в 50-м каком-то году, а для коммутативного кольца это было вычислено Бассом в 73-м году. Значит, есть такая замечательная статья Басса, которая называется Клиффорд-Эйхлером в 73-м году, где, значит, просто он впервые это для произвольных коммутативных колец изучил. Вот, оказывается, что из СОНР есть там куда-то отображение, отображение, ядром которого является ровно образ этой группы, значит, ядром является образ, значит, является группа омега НР, значит, образ спин НР в СОНР, вот, это называется ядро спинорной нормы, а само это отображение называется спинорной нормой, но вот на самом деле я не буду обсуждать спинорную норму для анизотропного случая, это довольно сложно сделать, там, ну, скажем, для вещественного поля оно, это отображение сюръективно для анизотропного случая, то есть для компактных групп оно сюръективно, а в общем случае это довольно сложно, вот, но для случая не анизотропного, который нас, как алгебраистов, больше интересует, нас интересует случай, когда вот квадратичная форма, ну, или билинейная форма содержит хотя бы одно гиперболическое слогаемое. А? Что вы говорите? Признестили запретные слова H1? Где я произнесся H1? Ну, вы не произнесли, а вы произнесли. А, ну, да, 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 я таких слов не произношу, конечно, да, это верно, да, ну, может быть, в свое время, все в свое время, вот, значит, ну, да, это, вот, если форма содержит, ну, скажем, начинается вот так вот, наша квадратичная форма, так, то тогда для поля, для поля, вот спинорная норма принимает значение в К со звездочкой, по К со звездочкой квадрат. Для поля ее довольно легко описать, она принимает значение здесь, а для кольца там что-то еще появляется, там появляются какие-то элементы группы Пикара, там, и так далее. В общем, это как раз одна из наших целей ровно состоит в том, чтобы понять вот это. Вот. То есть, на самом деле, то, что я вам сейчас пытался сказать, настоящим аналогом этих групп, вот этих групп является не вот эта группа, а является спинорная группа, ну, в общем, даже в большей степени, чем группа Омега, потому что спинорная эта группа является алгебраической группой, она сдается полиномиальными уравнениями, а группа Омега нет, она не является алгебраической группой. Так, значит, то есть, настоящим аналогом СЛН и СП2Л является вовсе не СОН, а спин Н. Вот. И вот наша еще одна цель будет стоять в том, чтобы понять, как устроена группа спин Н, как устроен ее образ, как устроен фактор, значит, по образу этого отображения и так далее. Значит, причем понять для, тоже для произвольных коммунитивных колец. Так, ну, вот здесь возникает, ну, как я вам уже намекал в алгебре Клиффорда, возникает огромное различие между случаем Н равно 2Л плюс 1 и случаем Н равно 2Л. Значит, дело в том, что вот эта группа она будет она допускает, она является линейной группой, то есть она допускает конечномерное линейное представление полиномиальное даже на геометрических объектах, которые как раз и называются спинорами, и которые живут внутри алгебры Клиффорда. Значит, но разница состоит в том, что для нечетного Н мы получим неприводимое представление, значит, в степени 2Л, а для четного Л, вот представление степени 2Л, которое будет строиться в терминах алгебры Клиффорда, оно будет приводимым, оно будет раскладываться в прямую сумму двух неприводимых представлений, значит, на еничку меньшей степени, двойки. Так, вот, то есть оно само спинорное представление для четного случая не будет неприводимым. С этим связана очень фундаментальная вещь, то есть некая такая существенная тонкость. Ну вот, да, физики тут, конечно, физики всегда придумывают специальные слова, вот такие вот спиноры, физики называют спинорами Дирека, а вот такие спиноры, то, что мы называем полуспинорами, они называются спинорами Вейля. А если это поле вещественных чисел, то спинорами Майорана там и так далее. То есть у них на все есть, так сказать, отдельное… У них фамилий много, поэтому, значит, на каждый объект они придумывают свою фамилию. То есть, значит, ну в тот момент, когда я вам это определю, я постараюсь, но поскольку, поскольку в лекциях Кнуса, там, в приложении терминология математическая тождествляется с терминологией физической, то, значит, я думаю, что, прочитав то, что написано, я тоже смогу это сделать. Вот. И мы все знаем, что мы, так сказать, знаем все, о чем говорят физики, просто никогда не знали, что мы это знаем. Вот. Ну, значит, смысл в том, что вот мы построим для несчетного N, мы построим группу S, спин, которая сидит над SO2L плюс 1, так это CL, а для четного N мы построим группу спин, и вот для четного L возникнет еще одно важное различие. Возникнет различие между случаем L равным 4, извините, L равным, само L четно или нечетно, L равным 2M плюс 1, и L равному 2M. То есть, иными словами, N равно 4M плюс 2, и N равно 4M. Вот. Значит, в этом случае мы построим группу спин 2L, которая сидит над SO2L, которая сидит над P. Ну, дальше что вам нравится? Ну, я напишу почему-то PSO2L. Я так хочу, потому что я занимаюсь алгебраическими группами, я не знаю, что такое PSO, а тем более P омега, это не алгебраические группы. То есть, я догадываюсь, что это такое, но это не алгебраические группы. Вот PSO2L, и тем более P омега2L, это не алгебраические группы. Вот. А здесь картинка будет интересней. Здесь есть группа спин 2L, так, но эта группа, она не имеет точного неприводимого представления. Так, чтобы построить точное представление, я должен сложить какие-то два из этих. Значит, а здесь будут представления, значит, обычное векторное представление, полуспинорное представление. Ну, я напишу 2L. Второе полуспинорное представление, ну, а здесь сидит P, G, O, 2L. Вот. Значит, ну и вот с этим связана масса тонкостей, которые сейчас просто у меня нет времени обсуждать, потому что иначе я не смогу упомянуть, значит, то, что я еще хочу упомянуть, что мы будем изжать в этом курсе. Так, ну, например, давайте я просто намекну вам, а вот, допустим, мы, вот здесь мы строили что-то, что сидит над SU. Ну, на самом деле, SU – это собственные вращения, вращения, которые с определителем единица. Но у вас же, значит, кроме собственных вращений, бывают не собственные вращения, с определителем минус единица. Так, значит, но при этом сохраняющиеся расстояния. То есть не подобие, а вот группа O. А вот над ней что-нибудь сидит? Ну да, вот над ней сидит группа PIN. Но при этом оказывается, что эта группа PIN, в отличие от группы SPIN, уже не единственная, а можно по-разному ее выбирать в алгебре Клиффорд. Так, по-разному с точностью, да и изоморфизм по-разному. Вот, ну да. Вот, а, значит, но на самом деле здесь есть группа подобий, G, O. То есть подобие понятно, да, они сохраняют отношения скалярных произведений, но не сами скалярные произведения, они умножают скалярные произведения на какой-то мультипликатор. Вот, то есть, ну, что такое подобие в школьной геометрии, да? Вот. А вот над ней что-нибудь сидит? Таким же образом в алгебре Клиффорда. Так, ну да. Группа Клиффорда. И так далее. То есть здесь масса вещей, да, так сказать. Вот. Как устроена Омега. Чем порождается, кстати, эта группа? Здесь масса интересных вопросов. Вот чем порождается? Чем порождается группа спин-2, ну скажем, спин-н-р. Ну вот чем порождается эта группа над полем в изотропном случае? Это я вам скажу, потому что она порождается некими элементарными образующими, которые я вам просто явно опишу. Так. Вот. То есть это вот как раз то, что играет основную роль в алгебраической категории. Так. То есть на самом деле, значит, мы узнаем, ну для поля мы узнаем как бы настоящие образующие этой группы, а для кольца они всю группу не порождают, но порождают большую подгруппу в ней. То есть, в частности, мы узнаем образующие, мы узнаем, значит, очевидное образующие, образующие спин-н-р. Но в действительности, вот поскольку они очевидные, то они всю группу не порождают, они порождают подгруппу в ней, е-пин-н-р. Вот. Образующие для всей группы мы вряд ли узнаем. Это нам рассказывал в декабре Рави Рауна, но, как я понимаю, там текста нет до сих пор, где доказано было бы, что они порождают всю группу. Там, в общем, но есть примеры того, что они выходят за пределы е-пин, это так называемые матрицы суслина. В общем, может быть, к концу семестра мы и напишем, может, мы получим как раз текст о траве, где будут написаны образующие. Вот. Может, мы узнаем действительно все образующие, но при каких-то предположениях на кольцо. Вот. Значит, матрица суслина и так далее. Вот. Ну, давайте я вам упомяну еще, значит, несколько тем, которые я хотел бы в этом семестре затронуть. Сейчас я, значит, по крайней мере, еще две. Ну, вот, кстати, да, вот эта тема четыре. Образующие соотношения. Образующие соотношения. Значит, ну, давайте я все-таки еще немножко помедитирую над этим, там, еще пять минут. Значит, а именно, давайте я вам нарисую диаграммы Дымкина. Так. Ну, кто-то из вас знает, что это такое из курса культуры математических рассуждений. То есть теперь это, оказывается, расскажется на первом курсе. Как я сегодня узнал. Причем до всякой алгебры. А? Ну, раз были системы корней, то были диаграммы Дымкина. Ну, вот, значит, на самом деле, я сейчас нарисую вам диаграммы Дымкина. Нет, вы знаете, давайте я лучше нарисую на этой доске, потому что, чтоб места было больше. Эту доску я потом смог поднять наверх, чтобы продолжать писать дальше. И так далее. И так далее. значит а и диаграмма дымкина выглядит вот таким вот образом сейчас расскажу зачем я это рисую b и вот таким вот образом с или вот таким вот образом двойственной к этой но в какой-то момент для тех кто либо вы все прочтете что это такое либо какой-то момент я вам расскажу вот но либо те кто ходят на семинар узнают на семинаре вот при помощи этих диаграмм в терминах этих диаграмм описываются комбинаторные вещи типа систем корней там решетки весов и так далее при помощи которых строится представление соответствующую группу и вот чем принципиальное различие между вот этими случаями и вот этими случаями она стоит в следующем вот эта теория классическое представление называется теория картана вейля эта теория стоит в следующем что все представления строится примерно так значит берутся какие-то фундаментальные представления которые отвечают диаграммам а вершинкам этой этих диаграмм берутся их тензорные произведения какие-то и в них выделяются неприводимые слагаемые вот и оказывается что все фундаментальные представления для этого случая и для этого являются степенями первого фундаментального представления которое отвечает вот первой вершинке то я написал фонды первый фундаментальный вес вот оказывается что все остальные фундаментальные веса в этом и в этом случае являются значит просто имеют такой вид я 1 плюс е 2 я 1 плюс е 2 плюс е 3 ну и так далее я 1 плюс е и те представления которые мы отвечают так значит то есть вот фундаментальное представление с весом пи это есть просто это внешняя степень фундаментального представления с первым весом то есть иными словами но а внешняя степень этой симметрические тенсор иными словами но в харти artistic 0 это просто даже не фактор это буквально слагаем то есть хартики 100 ну вот которые относятся теория картана вилла до классическая все представления строятся из векторного представления на вот это вот векторное представление в пи 1 это в векторное представление. То есть вот у этой группы и у этой группы, у SL и SP, ну или сотнящих алгебры, все представления строятся из векторного представления при помощи перехода к тенсорам и дальше, и взятие там каких-то неприводимых подпространств. То есть ничего, кроме тензоров, и не существует конечномерного. Вот у SL и CSP, а вот у этих групп все обстоит немножко не так. Вот у этой группы первые веса выглядят так же, то есть вот эти вот досюда веса являются, значит, от соответствующим представлением тоже будут внешними степенями векторного представления. То есть вот здесь будет стоять, что там должно стоять, E1 плюс и так далее, плюс EL-1. А вот здесь вот, а вот здесь появится то, с чего мы начинали сегодня. Здесь появится 1, 2, 1, 2, E1 плюс и так далее, плюс EL-1. Вот и то же самое здесь, здесь будет начинаться E1, так, но здесь то же самое, E1 плюс EL-1. Здесь степени доходят доходят до сюда, минус 2. А вот последние два, последние два фундаментальных веса выглядит так. E1 плюс EL-1 плюс EL-1 плюс EL-1. Положительные полуспиноры, спиноры Вейля. И EL-1 минус EL-1 отрицательные полуспиноры. Да, извините. То есть вот, значит, то, что я говорил, вот это вот и есть 1, 2, вот это вот 1, 2, это полуцелый спин. Это то, что, значит, объясняет, наличие от 1, 2, объясняет, почему для ортогональных групп, ну или точнее для спинорных групп, как раз эти представления не будут представлениями ортогональной группы, они будут проективными представлениями ортогональной группы, они не будут обычными представлениями, линейными. А для спинорной группы есть вот эти представления с полу-севым спин, которые не строятся в терминах векторного представления и обычных тензонных конструкций. Этому отвечают геометрические объекты другого типа, которые не выражаются в терминах векторного представления. Это вот и есть спиноры и полу-спиноры, которые мы построим через алгебру Клиффорда. Ну и, наконец, последние две темы, поскольку мы договорились два часа, то я должен закончить через 7 минут, правда, и через 6, значит, и я закончу. Вот, значит, последние две темы, которые я хотел отразить как бы как основную часть курса. Ну вот, то, что я сказал сейчас, то, что я сказал сейчас, вот, строение спинорных групп и вот связь с теорией представлений, это как раз то, чем мы непосредственно занимаемся, то, что нам непосредственно нужно для работы. То есть, ну и понятно, что непосредственно нужно для любого человека, который занимается, который интересуется алгебраическими группами, группами Ли, конечными простыми группами и так далее, ну и всем, что с ними связано, там, геометриями, однородными пространствами. Вот, то, чем занимается, там, группа Ивана Александровича, вот, то есть, это действительно вещи, которые просто, ну, абсолютно необходимы для того, чтобы от общих курсов перейти, значит, тому, чем мы на кафедре алгебры занимаемся непосредственно. И вот то, что этих вещей нет, то, что алгебры Клиффорда и спиноров нет в общих курсах, это, конечно, просто огромный пробел, потому что в действительности они играют роль не только в том, чем мы занимаемся, они, конечно, они играют огромную роль, я уже упомянул, в топологии алгебраической, в, значит, дифференциальной геометрии, там, при построении, скажем, симметрических ременных пространств, там, и так далее, вот, ну и, конечно, в физике. Но только в физике, там, то, что они пишут, понять невозможно, а вот после того, что я вам расскажу, вы сможете уже, так сказать, смотреть то, что там написано, и, о, я эту размерность видел, это, значит, должно быть вот это. Потому что там только так, когда читаешь, там, книжку по теории струн, там можно только с падением размерности понять, что говорится, что говорится, что то, что мы должны понять. Вот, ну и, наконец, значит, последние три темы общих, которые я хотел затронуть, так, у нас пятый, да. Называется пятый пункт эвклида, да. Вот, молодые уже не могут этого понять. Значит, пятое, что я хотел рассказать, это трусность. Так, это удивительное обстоятельство, которое стоит в том, что для группы D4, для нее, если вы посмотрите на диаграмму типа D4, для нее вот эти три вершинки выглядят абсолютно одинаково. Хотя здесь вроде бы что-то целое, а здесь что-то полуцелое. Так, вот в терминах, значит, ортогонального базиса пространства, где живут корни. Вот, но на самом деле эти все три пространства, они все имеют размерность в оси. И оказывается, что они связаны между собой, вот, неким, ну, замечательным соотношением, которое называется тройственностью, так, ну, и, ну, и, которые связаны, там, с массой важных вещей, скажем, G2. Вот, Александр Юрьевич, вы с Игорем, видимо, вы написали уравнение, кстати, да? Но к концу семестра мы узнаем эти уравнения. Но мы знаем то, что написано у Тицца и у Шавале, это мы сможем узнать, да, а, значит, но к концу семестра мы узнаем и явные уравнения. Вот, это еще одна тема, которая хотел рассказать важнейшее, это вот особенное поведение группы D4, связь с октавами, там, связь с G2 и так далее. То есть, это связано с G2, связано с октавами, ну, в общем, ну, и тем самым, со всем, что вообще бывает в жизни. Потому что, значит, Арнольд считал, что вот есть три математики, вещественная, комплектная и квадронионная, но он забыл, что есть еще одна, хотя, на самом деле, он знал, в его работах она встречалась, но в его классификации там, но у него есть работа о том, что вся математика делится на три части. Ну, она начинается с пороги на Юлии Цезаря, то есть, что там, вся математика делится на три части. Одна называется криптография, вторая гидродинамика, а третья, я забыл, ну, так в таком же духе, не помните? Ну, и дальше он объясняет, почему одна из них вещественная, вторая комплексная, а третья, значит, квадронионная. Но, на самом деле, есть еще октавная, но просто октавная очень быстро заканчивается в конечных размерностях, поэтому, как бы он только эти три написал. Ну, вот здесь вот стоит ортогональная группа, здесь стоит унитарная группа, здесь стоит симплитическая группа, а здесь стоят исключительные группы. Вот, значит, ну, то есть, вот это связано, вот, ровно с этим обстоятельством связано существование этой математики. Все строится через это. Значит, еще одна вещь, которую я хотел вам рассказать, это явные уравнения, явные уравнения на спин НР. Это вот то, что называется теория Роберта Брауна. Так, это вообще, это классическая вещь тоже, там работа 70, какого года, Саша, 72-го, 74-го? Работа 72-го года, но почему-то до сих пор она не попала ни в один текст, ни в один учебник, правда, да? Вот, то есть, вопрос естественный, да, вот мы знаем, что там те группы, которые наверху нарисованы, это алгебраические группы. Мы знаем, какими уравнениями сдается, скажем, симплитическая группа. Мы знаем, какими уравнениями сдается группа СО, а какими уравнениями сдается спинорная группа. Вот, и оказывается, что здесь возникает, ну, совершенно потрясающая вещь, здесь возникает, вот на пространстве спиноров, вот такая вот структура. Так, вот такие структуры, потом в дальнейшем изучал Дринфельд, такие отображения в связи. Ну, вот структура алгебры, которая сдается вот таким вот умножением, так, вот это связано там с уравнениями Янга-Бакстера и так далее. И вот оказывается, что на пространстве спиноров есть вот такое отображение, группой автоморфизмов которого является спинорная группа. Его можно явно описать, то есть, вот очень интересная алгебраическая структура, которая явно описывает уравнения на спинорную группу. Это еще одна тема. И последняя из тем, которые я хотел в этом семестре рассказать, значит, это, вот, ну, я уж не знаю, как назвать, орбита вектора. Я напишу «чистые спиноры», так, вот, мы построим базис в пространстве спиноров, так, ну, а дальше попробуем подействовать на этом базисе спинорной группой. И что получится? Получится, ну, вот, когда мы изучали внешнюю алгебру, мы говорили, что у нас не каждый элемент внешней алгебры имеет вот такой вот вид, так, а только элементы, которые назывались разложимыми поливекторами, так. И это, в точности, те поливекторы, которые лежат в орбите, значит, базисного вектора, там, под действием внешней степени специальной линейной группы, так. И как узнать по, там, значит, координатам поливектора, по Плютеровским координатам или Грассманным координатам, как узнать, значит, является он своим или нет. Но вот, чтобы быть разложимым, он должен утверать в системе квадратичных уравнений, уравнений Плютера. И вот, оказывается, для спиноров ровно такая же картина. Вот, чтобы быть в орбите, значит, спинорной группы, в орбите старшего веса, значит, спинор должен, его координаты, в том бальсе, который мы построим, должны утверать в системе квадратичных уравнений, называемых уравнениями Картана. Уравнения Картана, которые являются аналогами уравнений Плютера. Ну и которые тем самым определяют, значит, крайне интересное многообразие, ну, которые, можете на него смотреть, как на дифференцируемое, на риммного многообразие, симметрическое, либо, как на, там, алгебраическое многообразие, вот то, что как раз изучается в четверг на семинарах перед этим спецкурсом, вот здесь вы сюда придете, значит, чуть пораньше, я не знаю, часов два, Саша, да, во сколько, так, вы застанете пару семинаров, на которых они обсуждают вот ровно эту тему. Так что, походив сюда, значит, до конца, вы сможете ходить в следующем году и на их семинары, вот, ну, а, значит, все остальное, вот это то, что я хотел бы рассказать в этом семестре, значит, обобщение, там, типа, есть масса обобщений, ну, вот одно я упомянул, это алгебры Вейля, алгебры Вейля, так, значит, ну, вообще есть более широкие и гораздо обобщения, квадратичные алгебры, вот то, чем занимается, значит, ну, одна из вещей, которыми занимается Анатолий Моисеевич Вершик, вот, значит, которые являются совместными обобщениями алгебры Вейля и алгебры Клиффорда, вот, значит, ну, и, скажем, а вот как выглядит обобщение алгебры Клиффорда на формы высших степеней, значит, для форм высших степеней, ну, там существенно все сложнее, но тоже некие работы есть и некая теория есть, но там нет геометрической теории, поэтому там, конечно, их гораздо сложнее изучать, ну, вот, есть масса таких обобщений, например, еще одно потрясающе интересное обобщение, там для теории чисел, для всего это метаполитическая группа, вот, например, если возьмете группу СП2ЛЦ, то она будет односвязной, а СП2ЛР как топологическая группа, как алгебраическая группа, она односвязна, как топологическая группа, она не односвязна, у нее есть там тоже двулисное накрытие, плюс-минус один, МП2ЛР, но это, конечно, не может быть линейной группой, потому что, потому что иначе мы об этом бы знали, она имеет бесконечно мерные только представления, она не имеет конечно мерных представлений, то есть она не является линейной группой, вот, а, значит, метаполитическая группа, она там представляется с операторами в бесконечно мерном пространстве, вот, то есть есть масса обобщений вокруг этого, ну, как всегда в математике узнав там что-то, сразу, так сказать, узнаешь гораздо больше вопросов, чем ответов, то есть отсюда уже можно двигаться в разные стороны, но, во всяком случае, я вам попытаюсь изложить некий классический кусок, очень важный, вот, классической теории, которая вам позволит, ну, как бы, еще один большой кусок математических текстов понимать, то есть о том, вы узнаете, что вот есть такие объекты, как, ну, считал Гибер Клиффорда, спиноры, спинорные группы, спинорные нормы и так далее, вот это все я с вами хочу в этом семестре, как бы, систематически так проработать, ну, вот, причем для общего случая, но, естественно, не слишком глубоко, столько, сколько за семестр удастся узнать, ну, вот, я думаю, что на сегодня все.